Мадина Алмолдина в студии новостей от Амикен Бизнес. Несколько часов назад стало известно, что бывшего главу СК фармации Аберика Шарипа признали невиновным в срыве поставок защитных костюмов для медиков. Судья Исильского района суда Нурсултана Канад Дусимбиев постановил освободить экс-чиновника из СИЗО сегодня же, хотя назначил ему штраф около 3 миллионов тенге за статью «Незаконное хранение оружия». Следствие над экс-чиновником длилось 8 месяцев и теперь подходит к концу. Если обвинение откажется обжаловать, окончательный вердикт. Все подробности с зала судебного заседания у нашей коллеги Мируэр Джекияновы. Она сейчас на связи со студией. Мируэр, мне кажется, большинство ждали именно такого решения. Приветствуем Адина. Момент был очень эмоциональным, даже несмотря на оглашение приговора в формате онлайн. В зале суда находился только судья и секретарь. Самого же Берика Шарипа окончательный вердикт судьи застал в СИЗО. Экс-чиновник встал во время оглашения приговора, поэтому лица оправданного камерой не запечатлило. Зато было видно, как Шарип тянется к глазам с носовым платком. Его супруга тоже была на связи. Женщина не могла сдержать слез. Адвокаты и друзья экс-главы медучреждения начали рукоплескать решение судьи. Предлагаю послушать фрагмент выступления сути Дюсимбиева. Другими словами, Берик Шарип может обратиться в суд для возмещения морального вреда и упущенной заработной платформы. За год нахождения в СИЗО. Надо сказать, его оправдали только по одной из статей о злоупотреблении должностными полномочиями. Гособвинение настаивало. Шарип повлиял на срыв тендеров, а затем упростил правила госзакупок защитных костюмов для медиков в разгар пандемии и пролоббировал интересы подрядчика ТУ Инкар. В итоге компания СИЗы так и не поставила, вернув СК фармации авансовый платеж. Судья пришел к выводу, что следствие не доказало факт извлечения выгоды для Берика Шарипа, который принимал все решения не единогласно, а коллегиально. Более того, опрошенные эксперты не нашли прямой связи между сорванными поставками СИЗО и заражением более 2000 медиков по всей стране. Что касается второй статьи о незаконном хранении оружия, то Берика Шарипа признали виновным. Эх, чиновнику назначили штраф порядка 3 миллионов тенге, но зачли эту сумму в срок заключения. Оправданный пробыл за решеткой без малого один год. Решение судей вступит в силу через 15 дней, если гособвинение не обжалует приговор. После оглашения вердикта Берик Шарип и его адвокаты поблагодарили суд, цитата, за справедливое решение. Вы обеспечили состязательность и доводы защиты, те документы, которые мы предоставляли с нашей стороны, что вы разрешили, рассмотря под тайство, приобщить материалом дела, тем самым обеспечить и состязательность, и объективность. Огромное вам спасибо за справедливое решение. Спасибо. Мадзина, планы оправданного пока неизвестны. Будет ли их чиновник обращаться в суд за возмещением ущерба и продолжит ли работу на госслужбе? Накануне, в последнем слове, Шарип просил суд оправдать его, чтобы и дальше трудиться на благо страны. Мадзина? Ну что ж, одним громким процессом меньше. Спасибо, Меруэрт. Ну а в центре...